Два варианта, которые отличаются временем применения фунгицидов. Мы говорили на зимних конференциях о том, что если вы имеете у себя два фунгицида, солигор и медисон, то вы застрахованы от любых условий, которые будут у вас весной. Если у вас начало весны сухое, болезни не интенсивно развиваются в начале, первую обработку можно проводить медисоном, он долго держит, отлично работает. У него длительный защитный эффект. Если у вас весна дождливая, болезни развиваются интенсивно, в первую обработку можете использовать солигор, медисон использовать во вторую обработку. То есть имея на вооружении два этих фунгицида, можно застраховаться от любых весенних условий. И в любых весенних условиях быть в выигрыше. В данном варианте в первую обработку применен медисон, во вторую солигор. Ну, на сегодняшний день, неделя жары, дает о себе знать, и уже мы видим... Но тем не менее, тем не менее. Даже вырвать тяжело уже. Тем не менее, даже в таких условиях мы видим флаговый лист зеленый, еще подфлаговый лист половины еще зеленого. То есть фунгициды работают. Мы сейчас дальше будем идти, там интересные будут делянки у нас. Посмотрим, там пшеница будет выглядеть совершенно по-другому. И также здесь использован в осени наш новый гербицид, чекер-экстенд, который мы рекомендуем применять осенью. У нас есть регистрация градила осенью. Это новый продукт. Чем отличается от градила? Более длительное защитное действие. За счет наличия в составе нового действующего вещества, дифрофиникана, он образует пленочку на поверхности почвы и защищает очень долго ваши посевы от сходов сорняков следующих. То есть одна обработка чекер-экстенд с осени в фазу, где-то трех листочков в начало кущения, и у вас посев будет чистый, вам не надо будет работать потом весной там гербициды. А если пожнивные остатки есть, работают? Пожнивные остатки, если вы по нулю сеете, но он должен на почву лечь. Почему мы рекомендуем тре листочка, чтобы он ложился хорошо на почву? Просто экран защитный будет в таком случае хуже по пожнивным остаткам. Ну и сорняки по пожнивным остаткам будут хуже сходить. То есть оно затеняет, и поэтому как бы пшеница взойдет, а сорняки меньше. Поэтому необходимости, может, даже и не будет вносить. Спасибо. И на этом варианте мы наоборот. Значит, первую обработку сделали с олигором, и вторую обработку сделали медисоном. Но разницы между ними в этом году визуальной практически как бы нет. То есть фунгициды и тот, и тот работают хорошо. Хорошо. Хочу обратить ваше внимание, на этом варианте был применен циррон. Был применен циррон по флаговому листу фаза 39. Вы видите, насколько... Вот контроль, тут циррона не было. Видите, насколько снижена высота. Опять-таки, на интенсивных полях, при высоких нормах азотных удобрений, она у вас не ляжет, будет стоять минимальные потери при уборке. Тут флаг точно такой. Просто тут за счет того, что колос выше, мы не видим такой желтизны визуально. Почему он такой желтий? Подсыхает уже. Жак, мы еще обманывали. Скажи мне, цель обработки. Просто убрать высоту или добавить... Саш, нам надо вернуться. Да, да, сейчас мы... Давайте вернемся, пройдем на технологические опыты по пшенице. Давайте, первая группа, пожалуйста, не отстаем. На своих зимних конференциях, на мастер-классах по пшеницам, кто был, мы очень много уделяем времени уходу за посевами в весенний период в зависимости от времени возобновления вегетации. То есть, как нам правильно спланировать подкормки, в зависимости от того, какая будет весна, какие у нас посевы, с какими густотами, как правильно подойти к выбору удобрений и так далее. Вот сейчас мы посмотрим на примере следующего опыта, как сработало внесение удобрений на разных сроках посева, на разных густотах. Мы вносили в разные фазы удобрения, однократно, двукратно. Сейчас мы все это увидим воочию. И, надо сказать больше, даже предварительно посчитана биологическая урожайность, количество продуктивных стеблей и так далее. То есть, насколько удобрения и сроки, и густоты влияют на формирование продуктивных органов. Сходите плотнее. Тут нам надо будет двигаться поплотнее, чтобы мы видели и слышали. Значит, здесь представлено два срока посева. Вот первый срок посева, там, где пшеница повыше, да, вот отсюда и досюда. С правой стороны. Это 20 сентября посеяна пшеница. С правой стороны 6 миллионов, с левой стороны 3,5 миллиона. И вот там, где пшеница пониже, это срок посева 16 октября. Тоже 6 миллионов и 3,5 миллиона. И потом сюда мы наложили различные подкормки. Вот первый вариант. Здесь подкормок не было вообще никаких. То есть, внесли удобрения с посевом, и весной не кормили. Там, где посеяли 5 миллионов, густота была, колосьев продуктивных 5. Количество зерен 34. Прямость 1030 грамм. Мы взяли где-то около 5 тонн. То есть, в условиях ранней весны, в условиях ранней весны, посев с густотой 6 миллионов, прошу прощения, 6 миллионов, в принципе, способен дать вот такой урожай. Там, где мы посеяли 3,5 миллиона, потенциал уже ниже, порядка 4 тонн. Обратите внимание на цвет. 3,5 миллиона и 6 миллионов. Здесь пшеница уже досыхает. Казалось бы, должно быть наоборот. Меньше густота, больше влаги для растений доступны. Но на самом деле, все совершенно по-другому. Свет проникает интенсивнее, почва перегревается сильнее, корневая система страдает сильнее. И здесь уже на изреженных посевах пшеница начинает желтеть. Но опять же, напоминаем, что здесь схема без удобрения. Весной не вносились удобрения. Переходим к следующему варианту. Можно идти по дорожкам. На данном варианте внесли 140 килограмм ДВ до возобновления вегетации. То есть потало мерзлой. И однократно. Повысилось количество продуктивных стеблей. 5,5. Там было 5. Увеличилось немножко количество зерен в колосе. И урожайность тут уже потенциал 6 тонн. 6,5. Здесь тоже потенциал на меньшей густоте довольно высокий. 6. То есть потало мерзлой внесли. Дополнительное окущение. Опять увеличили количество продуктивных колосьев. И подтянули изреженную пшеничку. То есть положительно влияет ранневесенняя подкормка на изреженные посевы. Это опять контрольный вариант, чтобы нам было легче просто сравнивать. Проходим. И вот тут не было удобрений. Обратите внимание, то есть пшеница тут уже досыхает. На этом варианте мы внесли единоразовое удобрение 140 килограмм. Но только перед выходом в трубку. Ранневесенней подкормки тут не было. Количество продуктивных колосьев увеличилось по сравнению с ранневесенней. На посеве, где была высокая норма высева. То есть практически все побеги сформировали колосья. Им хватило азота на это. И потенциал урожайности тут уже порядка 7 тонн. Там мы видели 6 тонн. И на изреженном посеве, где было 3,5 миллиона, также мы видим количество продуктивных стеблей увеличилось. То есть там вроде бы стеблей увеличилось, но колосоносных стеблей меньше все равно, если мы внесли один раз. То есть этого азота не хватило и дальше, и часть побегов была редуцирована. Здесь практически все побеги, которые появились, они дали колос. И это положительно сказалось на урожайности. То есть поздние подкормки. И здесь пшеница выглядит совершенно по-другому. Обратите внимание, то есть она здесь зеленая стоит еще. Азота ей хватает, реутилизация еще не идет. Это контрольный вариант дальше, где было подкормок тут. То есть можете видеть, она сохнет. И вот здесь на последнем варианте мы работали два раза удобрениями. Первый раз 50 килограмм ТВ внесли до возобновления вегетации. И 90 килограмм внесли перед выходом в трубку. И здесь уже у нас увеличилось еще больше количество продуктивных стеблей. И здесь, и здесь. И обратите внимание на количество зерен в колосе. 39, там мы видели 36, 37, здесь 39, здесь даже 40 на меньшей густоте. И урожайность, соответственно, этого варианта, где вносилось два раза, она самая высокая биологическая. То есть при ранней весне лучшие результаты дает двукратная подкормка. Потоломерзлой, дробная. Вносили в разброс. Мы тут не имели возможности вносить селкой на таких мелких делянках. Вносили в разброс, под дождь вносили. Ну, под дождь. Желательно под дождь, да. Ну, вы у себя можете вносить селкой второй раз. Вам в хозяйстве, например. Не разбрасывали под дождь ровно. Ну, здесь на делянках никак ровно не разбросаешь. Брали количество удобрений и разбрасывали на участке. И давайте теперь перейдем к поздним срокам посева. Посмотрим, как там вела себя пшеница. Мы сюда проходим и потом налево повернем. Это здесь были фунгициды тоже? Да, да. Здесь была применена фунгицидная схема классическая. То есть был фалькон в первую обработку, во вторую солигор. Этот вариант, где мы вносили два раза удобрения. На позднем сроке посева. Обратите внимание, как на 6 миллионах, так и на 3,5 пшеница, в принципе, стоит зеленая. Но на 3,5 пшеница все-таки желтей. И урожайность биологическая этого варианта при поздних сроках посева, она самая высокая, опять-таки. Тут 5 тонн, на 6 миллионах практически 7 тонн. Тоже дробное внесение дважды. Это контрольный вариант, где не вносились минеральные удобрения, не было подкормок. То есть можете видеть сразу разницу. Ну и колос меньше, и более засушливые, более сильно повреждены жирой. И здесь провели внесение один раз, но перед выходом в трубку. И вы видите, сразу получили уменьшение количества продуктивных стеблей и уменьшение потенциала урожайности. Как на этом варианте, так и на этом. Но тут урожайность еще довольно высокая. Тут 5,7 тонны. Здесь резко упало. То есть поздний срок, маленькая густота. Даже внесение подкормки, оно не спасает ситуацию. Это контрольный вариант. Опять-таки, тут не было удобрений. Обратите внимание на внешний вид посева. Многие спрашивают, а что пшеница есть, желтеет. Вообще уже желтая стоит. Вот вам ответ на вопрос. Не вовремя сделанная подкормка или ее не было, и низкая густота. И на данном варианте однократно, опять-таки, потало мерзлой. То есть 140 килограмм однократно в один прием давали. Ну, сыграло в плюс на количество, конечно, продуктивных стеблей. Немножко сыграло в плюс на количество зерен в колосе. Но все равно этого азота ей не хватило дальше для формирования урожая. То есть... Ну, вы видите, она здесь значительно зеленее стоит, чем там, где не вносилась. Ну да. То есть основной вывод по этому опыту какой. Не надо тянуть со сроками. То есть лучше сеять раньше. В любом случае, ранние посевы дадут больше урожая, чем позднее. И второй, не надо сеять с низкими нормами. Вот эти все россказни, что можно сеять и 3 миллиона, она распустится. В нашей зоне очень часто, даже с осени, условий для кущения нет у пшеницы. Поэтому в нашей зоне, особенно... Тут причастливый подсолнечник, кстати, был. Особенно, если вы сеете по подсолнечнику. Не надо сеять меньше 5 миллионов. 5-6 миллионов, и тогда вы будете в любом случае гарантированно с урожаем. Ну и подкормки вы видели уже. Она сама себе. Она не та. Она не... Главное, вот, с 25, она нормально, что с ней развелась. Не надо весной рано кормить, чтобы она дополнительно гнала. Очень часто вы задаете вопросы. А можно ли применять фунгициды по флаговому листу с микроудобрениями? С карбамидом. Вот сейчас мы получим ответ на этот вопрос. Можно или нельзя? Ну, практически все микроудобрения, которые широко распространены на рынке, и внесли их в баковые смеси с нашими фунгицидами. С Мэдисоном и с Солигором. И сейчас мы посмотрим на результат. Подходите ближе. По левую руку от вас Мэдисон внесем, по правую руку Солигор на протяжении вот всей этой делянки. Тут в чистом виде. Контроль. Солигор в чистом виде, Мэдисон в чистом виде. Следующий вариант. Эти же два продукта вместе с розоликами. Можете видеть, ну, ожогов флагового листа здесь нет. Подсыхание кончика уже идет, просто починиться подсыхает. Идет реудилизация азота уже. Оно есть и там, где нету микроодобрения. Да, на контроле то же самое мы видим. Следующий вариант. Солигор и Грейнмикс. И Мэдисон и Грейнмикс. Тоже можем видеть, фитотоксичности не наблюдается. 250 литров рабочего раствора внесено. Дальше эти два продукта с микрокатом финиш. Тоже симптомов фитотоксичности мы не видим. Дальше вуксалы. Вуксалы Грейн. Дальше фоликер. Вместе с олигором. Фоликер вместе с Мэдисоном. Квантум. Зерновые. Солигор. Мэдисон. Да. А вот дальше начинаются чудеса. Здесь убрали микроодобрения и добавили карбамид. Здесь солигор с 5% раствором карбамида. Здесь Мэдисон с 5% раствором карбамида. Обратите внимание на кончики флагового листа. Вот хорошо видно вот здесь вот. То есть там уже подсыхает везде, а тут хорошо видно. Уже мы видим поджоги кончиков флагового листа. Даже 5%. Даже 5%. Вот здесь вот 10% раствор карбамида. Солигор и Мэдисон. Обратите внимание. Это 15% раствор карбамида. Солигор и Мэдисон. Вывод напрашивается сам собой. Должен 15% раствор карбамида. Если мы даем 250 литров воды, это у нас получается 32 килограмма карбамида. 32 килограмма карбамида это 16 килограмм азота. Больше вреда будет от этих 16 килограмм азота, чем пользы. Если мы работаем по флаговому листу вместе с фунгицидом. Тем более качество карбамида сейчас практически не контролируется. Какое там количество биорета. То есть какая там технология производства. Очень часто даже добавление сульфата магния, оно не снимает проблему. Поэтому лучше воздержаться от внесения карбамида по флаговому листу. Микроудобрения, вот те, которые мы перечислили, можете добавлять. Видите, проблем нет. С карбамидом проблемы возникают. Спасибо за субтитры Алексею Грозу! Продолжение следует...